МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жизнь в долг – это уже не экономический тренд, а новая философия современности. Закредитованность населения в мире растет. В России средний срок ипотеки достиг 23 лет. А ни разу в жизни никакой кредит не брали всего-то 15% россиян. Тенденции очевидны. Касается она не только семейных, но и государственных бюджетов. При этом брать в долг не всегда плохо. Современную экономику невозможно представить без развитых долговых отношений. Весь вопрос не в том, есть ли долги, а в том, какие они и как государство, компания или человек их обслуживает. Когда мы зарабатываем деньги, ничего не занимаем, эти деньги тратим, инвестируем, платим пенсии, то получается, что, по сути дела, мы зарабатываем, эти же деньги тратим, мы деньги не создаем. А когда мы даем кредиты, будь то банк или государство, мы создаем новые деньги. То есть тем самым мы как бы усиливаем экономическую активность, увеличиваем количество денег, и система работает. Люди берут в долг, когда им не хватает денег на жизнь или на крупную покупку, и то же самое со странами. Когда ожидается дефицит бюджета, то есть расходы казны больше доходов, то нужно где-то взять средства, чтобы закрыть этот разрыв. Например, в России в 2020 году дефицит бюджета превысил 4 триллиона рублей. Просто взять и напечатать деньги, не совсем подходящий вариант, он ведет к разгону инфляции. Если у страны есть резервы, например, в России это ФНБ, фонд национального благосостояния, то можно взять оттуда. По итогам 2021 года ФНБ накопили больше 13,5 триллионов рублей. Это немало, ну примерно как половину бюджета. По закону средства ФНБ можно направлять на закрытие бюджетных дыр, но только тех, которые вызваны снижением нефтегазовых доходов. Например, в уже упомянутом 2020 году Минфин делала это. Но сейчас, конечно, все изменилось. Более триллиона рублей из ФНБ могут потратить на поддержку российского фондового рынка. Да и вообще, часть средств фонда оказалась заморожена вместе с золотовалютными резервами Центробанка. И мы уже подробно разбирали, как так вышло и почему ЦБ вообще хранил резервы в долларах и евро. Если вам интересно, выпуск есть на нашем ютуб-канале РБК Инвестиции. Переходите по ссылке и смотрите. Итак, если Минфину какой-то страны нужны деньги, можно их напечатать, можно взять из резервов, если они, конечно, есть. Или можно занять. Тут вариантов, кстати, тоже несколько. Например, взять кредит напрямую у какой-то страны или у того же МВФ. К примеру, Россия в этом марте выдала госкредиты, официально неизвестно, правда, кому, на 82 миллиарда рублей. Второй путь – это выпуск облигаций в национальной или иностранной валюте, то есть заем денег на открытом рынке. Тут мы, кстати, подходим к интересному вопросу, как разделяются внутренний и внешний рынок заимствований. Например, по данным Центробанка на 1 апреля этого года, внешний долг России составляет почти полтриллиона долларов. И сумма, мягко говоря, впечатляет. Но на сайте Минфина на ту же самую дату отображена другая цифра по внешнему государственному долгу – около 60 миллиардов долларов. Почему такая разница? Если прочитать подробный отчет Банка России за 2021 год, то становится ясно, что регулятор во внешний долг включает также обязательства банков и даже частного сектора. То есть, например, выпустил частный Альфа-банк или Тинькофф-банк, облигации в валюте. И эта сумма тоже учитывается в общем балансе. Именно на частные секторы банки приходится львиная доля внешнего долга, по мнению ЦБ, почти 80%. А вот конкретно обязательства государства составляют всего 13%. Но все равно даже эта цифра в 13% не совпадает со значением Минфина. И тут тоже кроется разница в методологии расчетов. Центробанк внешним долгом считает долг нерезидентом даже в рублях. Ну а, например, держит американский фонд рублевые облигации – это уже внешний долг. В свою очередь, Минфин внешним долгом называет обязательства в иностранной валюте. То есть, например, россиянин, владеющий российскими долларовыми бондами, держит уже внешний долг России. Но при этом, кстати, данные счетной палаты России совпадают с Минфином. По итогам 2021 года общий долг России составил почти 21 триллион рублей. И 80%, почти 80% – это внутренний долг. И всего 4,5 или в долларах 60 миллиардов почти – это внешний долг. Но в целом, конечно, страны удобнее сравнивать по какому-то общему, совокупному показателю, чтобы не было расхождений в методиках расчета. По номинальному значению в долларах абсолютный долговой лидер – Соединенные Штаты. В этом году объем госдолга США впервые в истории превысил 30 триллионов долларов. Также в тройке – Япония и Китай. Это, я повторюсь, по номинальному значению. А вот если смотреть размер госдолга к общему объему экономики, то Штаты даже не в первой десятке. У них госдолг составляет всего 133% от стоимости всех производимых товаров и услуг. А вот на первом месте – Япония. У нее госдолг в полтора раза больше ВВП. У России, напомню, показатель ниже 20%. Это один из минимальных значений среди развитых и развивающихся экономик. Но, впрочем, торопиться делать какие-то выводы на основании вот этих цифр не нужно. В госдолге важны не размер и даже не отношение к ВВП, а стоимость его обслуживания и возможность конкретной страны это делать. Свежайший пример. В этом апреле Шри-Ланка объявила дефолт по всем своим внешним обязательствам. Там были и кредиты, и евробонды. При этом госдолг к ВВП страны составлял всего около 110%. Конечно, много, но это не какие-то суперцифры. Поэтому показатель у Шри-Ланка в третьем десятке. Однако в марте страна должна была выплатить порядка полутора миллиардов долларов. В США, кстати, в такую сумму оценивают стартапы. И этот платеж оказался для государства неподъемным. И в это же самое время США и Япония со своими немыслимыми цифрами по госдолгу ни разу не испытывали проблем с тем, чтобы его обслуживать. США – это страна, которая имитирует доллары. Пока доллар остается такой резервной валютой, и США является как раз и имитентом этой валюты, тяжело представить, что будет какой-то коллапс доллара, который в том числе приведет к коллапсу госдолга США. Зачем же страны так много занимают? Ответ прост. Япония со своим рекордным госдолгом испытывает дефицит бюджета уже несколько десятилетий. А в США последний профицит был в 2001 году. Жить не в долг там не получится. Но у России ведь немного другая история. С 2000-х годов наш бюджетный баланс не раз выходил, как сами видите, в плюс. Наша казна зарабатывала больше, чем тратила. Но при этом, при всем при этом, мы еще и наращиваем постепенно все наши заимствования. Почему? Первую половину 2000-х годов Россия долги отдавала. Еще, кстати, советский, про это мы поговорим отдельно. Минимальный госдолг у нас был в 2008 году по отношению к ВВП. Но потом бюджет сильно просел из-за мирового финансового кризиса. Но доходы ведь все равно потом были. Недаром ФНБ скопился такой огромный. Так зачем же Россия регулярно занимала? Если брать последние годы, то у нас была реализована конструкция так называемого бюджетного правила. Если буду говорить упрощенно, то российская правительство довольно активно выпускало рублевый долг. И, собственно, как бы сберегало значительную часть доходов, переворачивая эти рубли. Валюту в фонде национального благосостояния берется базовая цена на нефть. Она там составляла в прошлом году, если мне не изменят память, порядка 42 долларов за бар. А все, что свыше, это сверхдоходы. Но сверхдоходы, они формируются каким образом? Компании платят налоги. Налоги они платят в рублях. То есть Минфин получает какие-то рубли, и эти рубли он из бюджета убирает. В бюджете формируется дефицит, который, соответственно, покрывается при помощи заимствований. Хорошо, тогда следующий вопрос. Зачем Минфин занимал в иностранной валюте? И на это, по мнению экспертов, тоже есть свои причины. Когда ты занимаешь внутри страны, то, по сути, ты деньги занимаешь в российской экономике. В нормальных условиях, когда у заемщика, например, есть поступление валютное, занимать в долларах или в евро – это просто дешевле. Итак, в причинах заимствования мы разобрались. Теперь посмотрим на их структуру. Внутренний долг, по данным Минфина, на 1 апреля составляет 16,5 триллионов рублей. Из них львиная доля, почти 16 триллионов – это облигация федерального займа ОФЗ. И всего около 700 миллиардов – это госгарантия Российской Федерации в нацвалюте. Кто основные держатели ОФЗ? По подсчетам аналитиков ВТБ капитала, около 18% держателей ОФЗ – это не резиденты. Это могут быть какие-то зарубежные инвестфонды, пенсионные фонды. А далее крупнейшие держатели российских гособлигаций – это наши банки, в первую очередь государственные, также пенсионные фонды и немного частных инвесторов. Внешний долг России – 57 миллиардов долларов. Его разобрать интереснее. Структура на 1 апреля выглядит следующим образом. Основа 65% – это заимствование на открытом рынке выпуск еврооблигаций, то есть долговых бумаг в иностранной валюте. Еврооблигации – это просто теорическое название. Они не обязательно в евро и в Европе. На втором месте – это госгарантии Российской Федерации в иностранной валюте – 30%. И совсем чуть-чуть у нас есть обязательства перед иностранными кредиторами. Минфин отмечает, что наш госдолг включает в себя обязательства бывшего Советского Союза. Напомню, что после его распада Россия приняла на себя обязательства внешней СССР общей суммой порядка 100 миллиардов долларов, но по разным подсчетам. Но к советским долгам быстро прибавились новые. В 1992 году Россия стала членом МВФ и начала активно брать кредиты. Это продолжалось на протяжении почти 10 лет. Последний транш фонд выделил нашей стране в 1999 году. Но после шока дефолта Россия долго не выходила на рынок внешних займов. Кредиты вообще не брала, зато досрочно расплачивалась по взятым долгам. В 2017 году Минфин с гордостью сообщил, что погасил последний долг СССР. 125 миллионов долларов были перечислены Боснии и Герцеговине. Госдолг был связан с расчетами по товарообороту между бывшими СССР и Югославией. Но, впрочем, в этом же заявлении Минфин добавил, что у России сохраняется еще один непогашенный кредит. Но, видимо, уже не советский Южной Кореи. Тогда же была опубликована и сумма 594 миллиона долларов. Срок погашения до конца 2025 года. В 2020 году появились заявления, что Россия в счет этого госдолга может поставить Южной Корее вертолеты. Но, правда, уже без указания сумм. Сколько от тех миллионов остались непогашенными на сегодняшний день, мы точно не знаем. Но явно в цифре госдолга они есть. Но, к тому же, часть советских долгов до сих пор вшита в российские евробонды. Минфин до 2009 года занимался конвертацией советских обязательств в еврооблигации России. То есть, по сути, до сих пор советский долг выплачивается. Интересный пункт 30% — это госгарантии России в иностранной валюте. Что это? Ну, например, некая госкомпания хочет привлечь зарубежные деньги, ей нужен поручитель. Так вот, таким поручителем выступает Минфин, резервируя нужную сумму. Сейчас на рынке 15 выпусков еврооблигаций России с погашением. Самые дальние — в 2047 году. Номинированы бумаги в долларах и в евро. Кто их основные держатели? Ну, вот смотрите. Выпуск «Россия-2022» Минфин досрочно погасил в рублях. И таким образом выкупил больше 72% бумаг. Те, кто оказался принимать рубли, скорее всего, нерезиденты, заявили в Минфине. Но, впрочем, по данным ЦБ, если смотреть на все выпуски российских евробондов, то у нерезидентов доля чуть больше 50%. И эксперты объяснили, почему такая разница в доле держателей. Средства иностранных инвесторов, очевидно, распределены неравномерно между бумагами. И вполне вероятно, что просто в коротких бумагах оказалось больше денег российских инвесторов. Мы можем сделать подробный обзор уже конкретно еврооблигаций России, санкции, которые вводились на них, и разобрать, почему платежи Минфина не прошли и может ли быть объявлен дефолт. Если вам интересна эта тема, пишите в комментариях. Итак, можно сказать, что за последние 20 лет Россия проявила себя как надежный заемщик, кредиты гасила досрочно, взятой на себя долги СССР выплатила. Текущий уровень госдолга низкий, проблем с обслуживанием не было. Поэтому дефолт, если и будет объявлен, то явно будет носить технический характер. Ну и остается добавить, что в Минфине уже заявили, в ближайший год Россия не планирует выходить ни на внешние, ни на внутренние рынки заимствования. Причины, как их обозначил Антон Силуанов, космическая стоимость заимов и потеря доверия к обязательствам в евро и долларах.